Прогулки по воде В детстве я задавался вопросом о том, а мог бы я точно так же, как Иисус Христос, ходить по воде. Конечно, я рассуждал на эту тему не с точки зрения веры, не с точки зрения какого-то религиозного посвящения, а с точки зрения сверхспособностей, которыми, конечно же, хочется обладать каждому ребенку. Я мечтал не только ходить по воде, но еще и летать, телепортироваться, уметь материализовывать различные предметы и обладать другими магическими способностями. В принципе, компания Марвел со своими супергероями, комиксы, фильмы и все, и мультфильмы, как раз, наверное, направлены на таких вот подростков или детей, которые тоже хотят обладать различными сверхспособностями. Позже, когда я начал читать Библию, я обнаружил, что наравне с успешной попыткой Иисуса Христа пройтись по воде, была еще и неудачная попытка Петра. В Евангелии от Матфея можно прочитать. Он же сказал, иди и выйди из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Это Евангелие от Матфея, 14 глава, 25-31 стихи. Как раз к тому возрасту, когда я начал читать Библию, я уже перестал верить в сверхспособности, магические какие-то способности людей. И начал думать, что чудеса, описанные в Библии, это привилегия лишь особенно близких к Богу людей, таких как Спаситель или безгрешный человек, Мессия. И Иисус, конечно, говорил своим ученикам, что если они будут иметь веру размером с горчичное зерно, то смогут переставлять горы. Но так как никто из учеников Иисуса горы не переставлял, то, видимо, даже веры с горчичное зерно у них не было. Ну или какие-то цели и задачи у них были в жизни совсем другие. Став еще старше, я понял, что Библия – это книга написана языком притчи символов. И самое важное – не события, описываемые в Библии как таковые, а тот урок, который я могу лично извлечь и применить непосредственно к своей собственной жизни прямо сейчас. При этом понимание Библии, осознание, связанное с ее прочтением, постепенно углубляется, и этот процесс никогда не прекращается. Но в итоге я перестал переживать по поводу прогулок по воде и старался делать те чудеса, которые были доступны мне здесь и сейчас. Ну, любовь – это тоже чудо, и помощь другому человеку в нашем мире – это тоже чудо. Поэтому любые чудеса такого рода каждый человек в состоянии творить и создавать. Спустя какое-то время в Библии мне попалась такая цитата. Это Откровение, 17 глава, 15 стих. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть – люди и народы, и племена, и языки». Здесь вода сравнивается с миром, полным порокой греха. Ну, есть там и такие слова, да, что сатана – князь мира сего, и бог – века сего, и что кто не имеет греха, тот обманывает самого себя и обманывает Бога. Поэтому, с одной стороны, получается, что мы живем в мире порока и греха, а с другой стороны, этот мир порока и греха сравнивается с водой. И здесь уже хождение Иисуса Христа по воде принимает совершенно другой оборот. Если вода символизирует падший мир, тогда понятно, почему Иисус Христос, безгрешный человек, Сын Божий, Мессия, Спаситель, шел по воде, не на дюйм, не погружаясь в нее. Просто как человек, у которого не было греха, он никак не взаимодействовал с миром греха. У него не было ни единого условия для обвинения со стороны сатаны. Он никак не соотносился с падшим миром и находился вне его и над ним. А вот у апостола Павла, у апостола Петра, извините, возникли с этим трудности, как впоследствии возникали у многих других верующих людей. Но апостола Павла, кстати, тоже. Потому что апостол Павел в какой-то момент говорит, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Тот же самый я служу душой закону Божьему, а телом закону греха. И ничего с этим противоречием поделать не могу». И у апостола Петра возникла та же самая вещь. Когда он начал погружаться в воду, фактически это означает, что у Петра взаимодействие с грехом, с падшим миром, все еще было. Тогда как Иисус Христос стоял над этими водами падшего мира и никак с ними не взаимодействовал. Петру нужна была сильная вера и никаких внутренних колебаний не должно было быть, чтобы идти по воде. Но, видимо, эти колебания были, и поэтому он продолжал погружаться в пучину падшего мира. И только благодаря спасителю смог подняться над этими водами. «Для того, чтобы пройтись по воде, нам необходима такая же непоколебимая вера, истинная любовь и абсолютная преданность Божьей воле, как и у Иисуса Христа. Только абсолютная вера, абсолютная любовь и абсолютное послушание дают нам шанс подняться над реальностью мира и пройтись по воде». Преподобный Мун Сон Мян говорит, «Если есть абсолютная вера, абсолютная любовь и абсолютное послушание, возможно все. Сам Бог создавал своих партнеров в любви, возвещая, «Вот чем я сейчас займусь» и полностью вложил всего себя с абсолютной верой, любовью и послушанием, чтобы достичь результата. Таково основополагающее мировоззрение в вечном духовном мире и на земле». Конечно, это не получится без ошибок, без падений, без каких-то искушений, которым время от времени мы поддаемся. Поэтому я подумал, что прогулки по воде это можно оставить для себя в качестве некой такой жизненной цели. А тем временем делать то, что возможно, не сдаваясь и поднимаясь после каждого падения. Ну а если говорить о детской мечте, чтобы пройтись по реальной воде, то свойства воды всегда предоставляют нам такую возможность зимой. Поэтому детскую мечту пройтись по реальной воде можно осуществить зимой, пройдясь по замерзшему водохранилищу или по замерзшей реке. Поэтому желаю каждому из нас с вами действительно гулять по воде не с точки зрения супергероев Марвела, да, а с точки зрения подняться над самим собой, над своими проблемами, над своими заботами, над своими грехами и, ну, в хорошем смысле быть выше этого всего. Стать людьми изначальными, которыми задумал, задумывал каждого из нас Бог. Хорошего вам всем дня! Спасибо! Спасибо!